Приветствую всех любителей английского футбола! Вечером в воскресенье Ливерпуль вновь сыграет с представителем Лондона, подпирающим его в таблице. Переграв в середине недели Тоттенхэм, команда Юргена Клопа сыграет на выезде с Вестхэмом, который, обыграв Crystal Palace, поднялся на пятую строчку, сменив шпор. Мерсисайцы наконец-то одержали победу, прервав серию неудач и уж точно не желают уступать сопернику. Вестхэм, в свою очередь, одержал четыре победы к ряду, однако серьезным соперником можно назвать лишь Эвертон, минимально переигранный на выезде. Поэтому Ливерпуль, скорее всего, одержит вторую победу подряд, но учитывая упертость хозяев поля в родных стенах, а также излишнюю миролюбивость Ливерпуля в текущем сезоне, ставил на этот матч Х2. А чуть ранее на King Power Лестер будет принимать Лидс. Лидсы в прошлом туре прервали победную серию с трех матчей, поделив очки с Эвертоном, но при этом продлили серию без поражений до шести встреч. Эта серия включает в себя сухие победы над Тоттенхэмом, Саутгемптоном и Челси, а также ничью с Эмью, что говорит о высоком уровне команды Роджерса. Лидс же продолжает весело шагать по сезону, то громя соперников, то крупно уступая. Последние победы Павлинов были над не самыми сильными Нью-Каслом, Вестбромвичем и Бёрли. При этом команда была разгромлена Эмью и Тоттенхэмом, а также минимально уступила Брайтону. Вывод напрашивается такой. Лестер – команда на равных играющая с грандами английского футбола и уверенно обыгрывающая более слабые коллективы. Лидс же играет с переменным успехом, при этом с большими командами зачастую терпит неприятное поражение. Единственное исключение – несчасть Манчестер Сити в начале сезона. После победы Милана в банке стало 67 очков. Ставим 33 на непроигрыш Лиз, а на непроигрыш Ливерпуля половину суммы, оставшейся после первой ставки. То есть, если Лестер зайдет, то ставка 38 очков, если нет – 17. До новых встреч на следующей неделе и удачи! Удачи нам всем! Субтитры создавал DimaTorzok